Да ну этих ваших хоккеистов! У нас с Аней сложилось впечатление, что мы пришли покататься в Диснейленд. Я тебя жагаю. Территория спорта день за днём представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в три года, но непрочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале, по шести критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвёртый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! Соня, слушай, мы каким-то магическим образом снова оказались на станции метро в парк Победы. Что мы здесь делаем? Мы просто нашли ещё один каток. Который называется «Коток в Гагарин парке». И он находится на той же самой станции метро. Совсем рядом, насколько я понимаю. Так что вперёд? Let's go! Ань, ты заметила, что мы пошли немного другим путём и обошли парк Победы с другой стороны? Да. И я сейчас спою. Мы пойдём другим путём. Я фигуристка, а Аня у нас певица. Так и живём. Да, несостоявшаяся караоке forever queen. Вот это вот всё. Все мы помним, как говорил Винни-Пух. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает. Аня, как? Мудро, а у нас своя версия. Кто ходит без шапки в феврале, тот поступает тупо. Не делайте так же. Это я. Мы уже дошли до Гагарин-парка. Сегодня достаточно холодно, поэтому мы чуть-чуть подмёрзли. Но идти недолго, примерно 5-7 минут. Поэтому мы ставим с чистой душой этому аспекту 5 баллов. Тот, кто в шапке, тот замёрз чуть-чуть. А тот, кто с голой головой и дурной головой, замёрз очень сильно. Я тебя закрою. По этой лестнице нужно спускаться и подниматься очень аккуратно. Потому что она крутая. И можно получить травму, ещё не выходя на лёд. Аня у нас сегодня фигуристка. А я решила стать хоккеисткой. И покататься на хоккейных коньках. Посмотрим, возьмут для тебя в женский ска. А в женский ска есть? Будет. Мы его создадим. Почему-то мне кажется, что кататься в хоккейных коньках мне будет очень неудобно. Аня, ты знала, чем отличаются хоккейные коньки абсолютно? Ну, я вижу, что они, как минимум, отличаются лезвием. Да, ты абсолютно права. Они отличаются лезвием, а именно отсутствием зубчиков. Я еле хожу на хоккейных коньках. Посмотрим, как буду на них кататься. Давайте оценим качество прокатных коньков. Сегодня мы делаем это вдвоём. Потому что я катаюсь на хоккейных, а не на фигурных. Ну, как тебе коньки? Да, что я могу сказать про свои коньки. Мне они нравятся, потому что они очень удобные. Я, в принципе, даже не чувствую, что я на коньках. Как и на предыдущем катке. Мне кажется, что я просто ботиночка. На этих ботиночках есть лезвия, на которых я катаюсь. Это уже опыт. Да, поэтому я вообще отлично себя чувствую. Я бы поставила своим конькам 5 баллов. А что насчёт тебя? Я присоединюсь к твоей оценке. Хоть я и первый раз надеваю хоккейные ботинки, но мне в них комфортно. Я даже думаю, может быть, мне переквалифицироваться и больше не надевать фигурные коньки в следующих выпусках. Ой, давай не будем убить плеча. Я, кстати, знаю, почему она сегодня решила надеть хоккейные коньки. А всё потому, что мы прямо сейчас находимся рядом со строящейся СК-ареной. Я всё поняла, всё поняла. Мне кажется, что помощник фигуриста сегодня понадобится мне. Потому что я чувствую себя коровой на льду. Хоккейной коровой на льду. Ну не всё же мне себя чувствовать. Давайте оценим качество льда. Во-первых, хочется сказать, что на этом катке лёд натуральный. Поэтому он работает только при минусовой температуре. Да, сегодня он немножко припорожен снежком, но это совершенно не мешает на нём кататься. Я споткнулась просто потому, что я лузер, а не потому, что лёд плохой. Поэтому этому аспекту мы ставим 5 баллов. Предлагаю переместиться в другую часть ледовой площадки и оценить её трафик. Let's go! У меня одна фраза на BCR-олике. Аня, мы въезжаем в сказку! Там бы есть Дед Мороз. Как здесь красиво! Оценивая трафик на катке в Гагарин парке, первым делом я хочу отметить его интересную форму. Вся ледовая площадка состоит из трёх частей. Два квадратных пространства для катания и между ними длинная тропинка. Примерно то же самое мы видели на флагштоке. Это позволяет посетителям не сталкиваться друг с другом и равномерно распределяться по всей ледовой площадке. Кататься на катке в Гагарин парке комфортно, никто не мешается под ногами, места хватает всем посетителям. Ставим оценку в 5 баллов. Ой, какая лепота! Там ещё есть горка! Это похоже на кокошник этой фигурочки. То есть, вся эта горка-то работает? Очень классно, что каток находится в парке аттракционов. У нас с Саней сложилось впечатление, что мы пришли покататься в Диснейленд. Периметр катка окружает огромное количество лампочек. Это очень красиво, и, как мы знаем, мы с Саней впадки на огоньки. Прямо за мной стоят две огромные ледяные горки, но, к сожалению, они не работают, а мне так хотелось съехать с них. Также хочу отметить, что рядовая площадка до сих пор украшена к Новому году. Здесь много ёлок и шаров. Красоту катка оцениваем на наивысший бал. Мы постоянно говорим про огоньки и иллюминацию. Во-первых, подобное освещение создаёт атмосферу на коке. Кататься явно приятнее. А во-вторых, для любителей фотографий, таких как я, здесь есть отличные условия для того, чтобы сделать несколько селфи. Я думаю, вы понимаете, что сейчас мы будем оценивать дополнительные услуги. Так, видите, на катке есть помощники-фигуристы. Это просто сразу накидывает ему плюсы в корзинку. Но помимо этого, здесь есть такое небольшое помещение, где, собственно, и выдаются коньки. Там очень тепло, поэтому вы можете прийти и погреться. Но больше дополнительных услуг мы не нашли. Но помощники-фигуристы это реально большой плюс. Поэтому сильно снижать мы не будем и поставим аспекту 4 балла. Пришло время размять косточки и потренироваться. Как будто мы до этого ничего не разминали. Так как я сегодня на хоккейных коньках, то предлагаю тебе, Аня, выучить один из хоккейных элементов. То есть ты всё знаешь, да, их? И фигурные, и хоккейные. Я знаю специфику всех видов спорта. Возможно, сейчас хоккеисты закидают меня помидорами. Не делайте этого. И скажут, что такого элемента в хоккее нет. У нас будет. Нет, во-первых, у нас он будет. А во-вторых, я знаю, что профессиональные хоккеисты действительно делают этот элемент, чтобы научиться хорошо владеть своим коньком. В фигурном катании этот элемент называется кросс-ролл. Ваша задача ставить ножки параллельно друг к другу и скользить на наружных ребрах. Сейчас покажу, как выглядит это на деле. Это был кросс-ролл для продвинутых пользователей. Но Ане я предложу сделать немного иную, более простую его версию, которая называется косичка. Так, смотрим, Ань, твоя задача ставить ножки параллельно друг к другу. Катишься на левой, ставишь правую параллельно и встаёшь на неё. И в результате у тебя получается косичка. Это была самая худшая косичка в истории. Да ну этих ваших хоккеистов! Мы уже покатались, на самом деле даже не хочется уходить, но нас должны быть ещё следующие катки, поэтому пришлось собраться и выдвигаться в путь. Да, я сегодня даже освоила новый вид спорта, и в следующий раз я буду умнее, буду надевать шапку, потому что сегодня я очень сильно замёрзла. К счастью, это не относится к катку, поэтому общую оценку мы ставим в 5 баллов. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Спорт день за днём», ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Порякова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok